Вы слушаете Радио Болткома Внезапно возникшие и забытые компании в прессе Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха Проблемы настоящие и выдуманные Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе Подоплёка На Радио Болтком Подоплёка Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в программе Подоплёка Профессор Латвийского университета имени Страдни Рижского университета имени Страдни Факультета коммуникаций Сергей Круг Добрый день, Сергей Доброе утро Тема нашей сегодняшней беседы Это план оздоровления, который Сергей тщательно изучил И мы тоже его освещали несколько раз в нашей программе Обращали внимание на некоторые аспекты этого плана В частности, то, что латвийское правительство опять пытается использовать Стратегическую программу Евросоюза для латания дыр Ну, в частности, например, для того, чтобы по статье Уменьшение неравенства провести ремонт дорог Очередной, да, которая у нас всё время недофинансируется И это, конечно, вызывает вопросы Потому что всем хочется, чтобы после вот этого пандемийного периода Всё-таки страна быстрее начала как-то шагать вперёд Чтобы у неё действительно развивались какие-то приоритетные направления Которые могут принести в будущем существенные результаты И об этих направлениях мы тоже говорили в нашей программе Итак, что показывает этот план, который интерпретировало латвийское правительство Опять в очередной раз по-своему И это как-то напоминает старые песни о главном То есть использование ресурса Ну, каким-то довольно неэффективным методом И вот когда мы говорим об этой эффективности То мы стали уже чаще упоминать тему параметров Которые могут эту эффективность показать Я не знаю, конечно, в каком аспекте вы анализировали этот план оздоровления Но вот буквально в последнем журнале ИР выступил адрес Шуваев Это экономист-политолог молодой Который, в частности, сказал Что для того, чтобы понять, добилась ли страна некого результата Должны быть количественные критерии То есть что было до и что будет после У нас же получается, что при имплементации вот этих европейских программ Эти количественные критерии каким-то образом обходятся И все переходит в плоскость таких глаголов Как улучшить, углубить, совершенствовать и так далее Которые, естественно, никакими цифрами не описываются Вот ваше впечатление о плане, о том, как он, ну, как бы Трактуется нашими властями, министерствами Кто это делает? Есть еще более всеохватывающийся, облемающий план План национального развития, который начал действовать в этом году Новый план на семилетку из 21 по 27 год И, ну, он показывает очень сильную деградацию Государственного управления, чиновничества В сравнении даже с планом национального развития 2007 года Который, ну, по крайней мере, был написан четко и понятно И было ясно, какие обязанности на себя берет правительство Плану не была чужда лоника 2007 года И план концентрировался, в общем-то, на задаче госуправления В сфере экономик То есть, что должно сделать правительство Для того, чтобы способствовать развитию наукоемкого бизнеса Производящего товары с высокой добавленной стоимостью А последующие планы, вот, что парадоксально, в общем-то Как к власти пришли те партии, которые боролись против олигархов Так и деградация очень сильно начала проявляться И в планах национального развития Так вот, последующий план национального развития Они возлагают обязанности на индивидуумов Хотя там никакого юридического инструмента нет План национального развития может только задачу ставить Перед самим правительством, но не перед отдельно взятым человеком Потому что мы живем в эпоху свободного рынка Каждый делает то, что он хочет Ориентируясь на экономику рынка То есть сам рискует, принимает решения Вкладывает или свое движимое, недвижимое имущество Материальное средство в какое-то производство, бизнес Или свою рабочую силу То есть физическая способность, интеллектуальная Своего организма И здесь уже никто не может нас заставить Что-то делать, а что-то не делать Но вот эти планы, они все больше влезают В частную жизнь человека Но это мы видим тоже и по политике И языковой политике Ограничительные меры касаются частной сферы И у домохозяйств А под домохозяйством мы теоретически понимаем И частный бизнес Потому что это принадлежит отдельно взятому Или группе людей И вот правительство такими методами Прямыми или непрямыми Не хочет вмешаться в частную жизнь Ну и то, что еще просто это парадоксально План у этих планов, написанных После финансового кризиса 2009 года Это значит план национального развития 2014-20 И вот текущие 21-27 года Там совершенно отсутствует логика То есть непонятно, кто на чем стоит Что обещает и что берет на себя правительство И каким результатом Мы придем в 27-м году То есть чем может считаться бизнесмен Что вот правительство какую-то карту Ориентировочную предлагает Что вот к 23-му году будет то-то К 25-му обещаем то-то Занимайтесь Мы вас подталкиваем к тому Чтобы вы занимались Наукоемким бизнесом Этого же там нет Правительство, да, констатирует Какие-то там отдельно взятые Иногда кое-где Есть недостатки госуправления Например, бюрократия Ну, надо было бы это вот консолидировать Консолидировать Укрепить сотрудничество между учреждениями Цифровизацию провести Консолидировать Улучшить Вот такие Даже не глагол Адьи и причастия Используются в этом документе И непонятно То есть правительство не гарантирует Что оно обязательно сделает Вот то-то и то-то И эти проблемы, кстати, констатированы уже И в национальном плане 2007 года Ничего не решено А ответственность Эти планы возлагают На отдельно взятого человека То есть, да, есть недостатки В госуправлении Но это не структурные недостатки Это недостатки в вашей голове Потому что вы не понимаете Как работает демократия Как устроено госуправление Вы просто не умеете подойти правильно Поэтому что должно делать правительство Воспитывать вас Поэтому создается целая структура Опять же, бюрократическая Воспитательная Будут читать лекции, семинары Общественные СМИ Будут вас бомбардировать Информацией о том Что такое демократия Что такое Как это у нас называется Единое информационное пространство Интеграция еще Инклюзивное общество Интеграция уже не популярное слово Нет, теперь у нас слово Сплочение, сплоченность Теперь мы добиваемся сплоченности Вокруг партии и государства Потому что сплоченность Ее показатель Это как раз понимание целей государства Вот этого общего блага Которое сформулировано В плане, в частности, национального развития Правительства Так вот, если вы его понимаете То вы и действуете Во благо этого плана Приумножая общественное благо А если вы не действуете То это вот что-то в голове У вас не в порядке И проблема какая Если уже говорить Без юмора Проблема в том, что Я вот послушал тоже Веб Какое-то там было у них Зум-совещание Открыто В кабинете министров Как раз по вопросам сплочения И второе у нас теперь популярное слово Это доверие Тоже была Любопытная презентация Пауэрпоинт И проблема, да Не в структуре Госуправления А в головах людей Которые не понимают Как это управление работает Поэтому они будут нас получать С помощью Общественного Радио и телевидения Вот поэтому, кстати, концепция Так называемого Единого информационного пространства Потому что они будут Вправлять мозги Как раз по этим вопросам И нужно очень настроиться Вот каждому человеку На эту волну И они игнорируют Вот то, что в психологии Называется мотивация То есть они предлагают Педагогическую программу Но они не ссылаются Ни на психологические Ни на педагогические концепции Как вот Проходит обучение Взрослых людей Как добиться того Чтобы вот Скажем Послушали передачу С министром С министром чего-то там В вашей программе И на завтра Вот человек Побежал Ваш слушатель Побежал открывать Свой бизнес Заниматься Наукоемким Производством И они Игнорируют Один важный аспект Который называется Мотивация А мотивация В психологии Это Адаптация Человека К окружающей среде То есть у каждого Человека Есть свой опыт И взаимодействие С госструктурами У каждого Человека Есть Своё собственное Тело И каждый из нас Сам понимает Что мы можем Чего мы не можем Потому что Есть эти Природные Ограничения Или возможности Которые предоставляют Нам Тело В том числе И когнитивная Способность Нейробиология Показывает Тоже Что Мы люди Способны На разные вещи Темперамент Он врождённый И его не изменишь Если человек По темпераменту Не может заниматься Бизнесом То он не будет Этого делать То есть Игнорируется Такая очень важная Психологическая Сфера Личный опыт Человека Правительство Не хочет Знать Как Отдельно взятый Человек Живёт Что он может Чего он хочет Чего он делает И если По мнению Правительства Делает что-то Не так То потому Что у него Мозги неправильны Пустойно И правительство Это Посредством Общего Единого Информационного Пространства Исправит Сергей У нас есть звонки Давайте послушаем Радиослушателей Добрый день Говорите Добрый день А у меня Вот такая Реплика Есть такая Поговорка Коней на переправе Не меняют Ну хорошо Сейчас снимут Министра По требованию Партии Найдут ему Там кого-то Семи пядей Во лбу Но ведь Этому человеку Ему придётся Вникать Во все дела По новой Изучать Всё Это Опять же Время То есть Работать Он не сможет Опять же Есть ещё Одна поговорка Про новую метлу Спасибо Да Спасибо Ну да Если мы говорим О смене политиков Которые координируют Это действие То Вникать Естественно Придётся Долго Потому что Я подозреваю Что гражданская служба У нас плохо Работает Потому что Судя по плану Национального развития У них уровень Мышления Это Powerpoint Презентация Один слайд Другой слайд Они не увидят Не видят вещей В контексте И Я как понимаю Такие документы Готовят Несколько рабочих групп У каждого групп Может быть Своё видение Ну вот они Такие складывают Один слайд Из одной Powerpoint Презентации Другой Из другой Они не видят Противоречия Они не видят Того Что Одно и то же Слово В качестве термина По-разному Используется Ну что бывает В экономике Это один смысл Вкладывается И то в разных Школах Это может быть Разный смысл И если Не договориться О том Хотя бы Словарик Публиковать Что Этот термин Значит То потом Возникают Вот такие Проблемы Интерпретации И кстати Английский переводчик Официальный План национального Развития Очень многое Не смог перевести Поэтому Английский текст Оказывается Намного короче Там просто Выбрасывают Некоторые предложения Непереводимая Игра слов А некоторые Предложения С таким Идеологическим Подтекстом Он переводит Уже Ну улучшает Скажем так Чтобы это было Принято Западноевропейским Сообществом То есть Они сами понимают Что написали Там В плане Национального Развития Ерунду Так вот И гражданская Служба Она плохо работает Они же не могут Подготовить Какие-то Брифинги Материалы Короткие Для нового Руководителя Чтобы он быстро Вошел в курс Дела В этом-то проблема Не в том Проблеме Что сменится Министр Придет Хороший министр А с тем Что Гражданская Администрация Хромает На обе ноги Если они Даже не могут Подготовить Вот такой Публичный текст Вычитать То понятно Там в мозгах Целая каша Ну вот Например Возвращусь К этой Презентации О доверии Исплоченности Общества Ну Этого Тема В которой Я хотя бы Что-то Понимаю И там Девушка Ссылается На одного Автора Который Книжку Написал По Данной Института Является Вот таким Залогом Доверия То есть Если Мы Каждый Отдельно Не общаясь Между собой Видя из нашего Опыта Понимаем Что госструктура Работает Хорошо То у нас И доверие Возникает Потому что Мы понимаем Что Ну Пример Просто Приведу Что я могу С тобой Начать Какой-то Бизнес Потому что Я понимаю Что госструктура Работает И если Ты Нарушишь Условия Нашего С тобой Контракта То госструктура Мне поможет Разрешить Нас Конфликт То есть Работает Эта Тритейская Система У нас Тоже Кстати В НАПе Говорят Об этой Тритейской Системе Но только В отношении Решения Конфликтов Конфликтов Семейных Но не в бизнес Ну а дальше Уже пусть Бизнесмены Сами звонят И рассказывают Какие у них Вот возникают Такие юридические Проблемы Когда они Сталкиваются И требуют Помощи У государства Чтобы решить Вот такие Конфликты Давайте У нас есть еще Да Звонок Давайте примем Или еще Вы не досказали Свою мысль Нет Давайте Добрый день Говорите Помогите мне Разобраться Немного Запутался Смотрите Мы Датированное Государство Соответственно Люди Которые Нам дают Эти деньги Они Какие-то От нас Требуют Выполнение Каких-то Определенных Условий Соответственно Министр Он не Самостоятельен Он не пришел Министр Для того Чтобы изменить Нашу ситуацию К лучшему Или худшему Он просто Выполняет Какие-либо Инструкции Если этот человек Просто такой Номинально Назначенный Менеджер И он просто Выполняет Чьи-либо Инструкции То единственное Что в его Задачи Входит Это Иметь Смозливую Мордашку И не Говорить Глупости И желателен Опыт В управлении Все Он ничем Никогда Больше Заниматься Не будет И Разве Это Не так Работает Ну Я бы Сказала Наверное Здесь Что У нас В принципе В нашей Политической Системе Министр Это Политическая Фигура А Всю Такую Работу Организационную По министерству Делает Госсекретарь Это Так Сергей Ну Я всегда Журналистам Тоже Говорю Шуплинская Решила Шуплинская Приняла Решение Но есть Работают Целые Департаменты Которые Пишут В конце Концов Эпси Слайбль Пауэрпоинт Презентации Это В их Голове Вызревают Вот такие Вот такие Идеи И Она просто Озвучивает То что Там В недрах Произошло Проблемы Как говорят Знающие люди Возникло После 2003 Года Сайнарсом Рэпш Потому что Вот эта Партия Тогда Как они Тогда Назывались Новое Время Очень Долго Упорно Шли К власти И Придя К власти Они Решили Там Все Студия Переставить Так Чтобы На будущее Помешать Олигархам И они Постепенно Ликвидировали Независимую Гражданскую Службу Гражданская Служба Стала Политизирована Они Уже Смотрят В рот Тому Министру Который Приходит В кабинет Этого Министерства И они Уже Не самостоятельны Они Не умеют Сформулировать Своё мнение Аргументировать Это мнение Они Колеблются Вместе С линией Партии И Поэтому Лучше Сейчас Для Чиновника Не высказывать Своего мнения Не продвигать Какие-то Инициативы И Вот Аполитические Эти Амбиции Или Видения Какие Ну захотели Сломали Образование На русском языке Никаких Аргументов Не Послушали Потому что И чиновники Боятся Тоже Вот эти Практические Аргументы Высказать Ну вы знаете На тему Этого Я Вчера Буквально Прослушала Интересную Передачу Обсуждался Вопрос С Инициативами Президента Левита По поводу Укрепления Позиции Латышского Языка В обществе И С одной стороны Приглашенные Участники Говорили о том Что Политика Штрафов Принуждения Она не Способствует Тому Чтобы люди Любили Латышский Язык И говорили На нем Не только В обстоятельствах Когда они Обязаны Это делать Но и В обстоятельствах Когда они Не обязаны Ну например В магазине Обращаться На латышском языке И так далее И С одной стороны Вот они Подтвердили Что да Штрафы Это плохо А с другой стороны Они опять Стали говорить О том Что Ну все-таки Надо 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 Принуждать Надо Заставлять И И Даже Утверждение Профессора Латвийского Университета Яниса Икстенса О том Что Нам уже Сейчас Надо Думать Не о том Чтобы Русские Выучили Латышский Язык И Пользовались Им В обиходе Но О том Что Латыши Перестают Говорить По-латышски Они Пишут Свои Ну Какие-то Студенческие Работы Ребята Для которых Латышский Язык Родной Они Пишут Латышскими Словами Английские Фразы Вот Так Он Сказал Но Эту Фразу Никто Не Заметил Это Пропустили Мимо Ушей Видимо Ну Давление Английского Языка Не Является Ну Опасностью С точки Зрения Людей Которые Отвечают За Латышский Язык В Государстве Вот И Все-таки Постоянно Идет Вот это Сталкивание В Такую Репрессивную Логику И то, что вы сказали касательно адаптации к окружающей среде Вот единственным методом этой адаптации видится система штрафов, наказаний, ограничений и так далее, и так далее Ну и мы видим, что ну в какой-то мере это работает даже в условиях пандемии, хотя в принципе взаимодействие и взаимосвязь между тем, какие ограничения были наложены, какой результат это привело, к какому результату это привело, все равно не публикуется и не анализируется Может быть действительно, как вы говорите, уже отсутствуют люди, которые способны, ну такой анализ произвести и как-то сделать выводы из этого Ну смотрите, тут наверное три блока ответов будет на это Во-первых, посмотрите фильм Ханеки «Белая лента», где вот как раз эта ситуация того, что ломать через колено ограничения и, ну там не штрафы, там священник лютеранский своих детей воспитывает Посмотрите этот фильм Во-вторых, есть не результат, ну вроде да, тишь до глади, восстаний, сопротивлений нет, только в Фейсбуке пару человек сопротивляются политике правительства Но результат-то каков? Мы будем долго выходить из этого кризиса, гораздо дольше, чем Эстония и Литва, как это было Кстати, в 2000-е после финансового кризиса 2008-2010 года мы гораздо дольше, Литвы и Эстонии выходили на уровень докризисного потребления Потому что доверия у населения не было в связи с этой политикой, потому что политика была отделена от интересов общества Вот эта консолидация, так называемая внутренняя девальвация И если это как механизм сработал, жгутом перевязали, кровь остановили, но процессы потом могут начаться необратимые Так что вот заметьте, что Домбровский гордится этой политикой внутренней девальвации Что бизнес восстановился, конечно, а что человеку еще делать, как не трепыхаться, как той лягушке в молоке Питься молоко и масло сбивать И бизнес, кстати, что сейчас он говорит во время этого кризиса Дайте нам работать Люди не требуют никаких пособий и социального обеспечения Дайте работать Руки есть, голова работает, сами сделаем, семью продержим Этого им не дают А правительство постоянно напоминает о том, что вы идиоты Не умеете что-то делать и только с протянутой рукой требуете Нет такого С протянутой рукой стоят вот как раз те люди, которые не могут У которых объективные есть на это причины Здоровье, возраст, то есть отсутствующее здоровье Вот они, да, они и то, они как-то так скромно требуют солидарную помощь А те люди, у которых, ну, просто по анкете были такие вопросы Оценить свои возможности физические, здоровье, что мешает в жизни И те люди, которые, их очень много, 60% в общем-то работ Трудоспособного населения, которые оценивают свои физические возможности Своего тела более-менее нормально И что они требуют, дайте условия работы Дайте нам удочку, как говорится И остальное сделаем сами И третья вещь, то, что нет обратной связи То, что, да, в голове у правительства вот эта модель воспитания детей Как в фильме у Ханеки «Белая лента», что вбить в голову Ну, как у Преда была в 70-е годы известная пьеса, спектакль Учительница говорит своим ученикам «Мы вас заставим любить Райнеса» Вот по этому принципу они и работают И они не хотят понять, что отсутствие нашей реакции на их команды Причина не в том, что у нас мозги как-то устроены Что-то мы не понимаем, что о них Хотя понять, что они говорят, тоже иногда очень сложно Вот и переводчик официальный на английский язык Даже не могли они понять, что там в плане национального развития имелось в виду Так вот, а мы ведём себя так, потому что есть на то какие-то объективные причины Значит, у нас такой опыт был Контакт с окружающей средой Значит, у нас такие способности, темперамент Значит, мы не можем заниматься, рисковать наукоёмким производством Ну, идите и сами создавайте тогда И посмотрим, как вы через 2-3 года Как вы разрешите вопрос банкротства А у нас есть опыт такой, что рисковать мы не хотим Вкладывать свои ресурсы Свои психические, энергию и физическую тоже Когда нет никаких гарантий И эта обратная связь не существует Поэтому экстренсы не слушают Или вырывают те фразы, которые в их концепции включаются Ну, или опять-таки по ковиду Мы как-то в таких официальных условиях Обменялись мнениями с одним деятелем теперь Ну, высокого достаточного ранга Принимающего решения в кабинете министров Я просто показал данные, что у нас есть По реакции на ковид населения Показал, что, в общем-то, там можно нарисовать 5 разных групп с разными реакциями И с разными потребностями Разной включённостью в бизнес, экономическую жизнь Я вот говорю, что нужно Эту коммуникацию организовывать Вот 5 сообщений создавать И по 5 каналам отправлять Вот этим 5 группам, а не бомбардировать всех Одним общением Ой, как интересно Давайте организуем встречу с подчинёнными Чтобы они знали Чтобы как-то, ну, вот уже, не знаю 4-5 месяцев прошло с тех пор Как эта встреча организуется То есть вот это абсолютное нежелание Обратную связь поддерживать И что является, ну, главным такой показателем Это оппозиция Мы анализировали тоже вот стенограммы Парламентские Есть такая компьютерная программа Она всё автоматически делает И по некоторым вопросам То есть смотрели, например, благосостояние И оппозиция выступает С очень здравыми, прагматичными Замечаниями Позиция не хочет слушать Потому что это говорит оппозиция И всё, и точка И это потом распространяется и далее Они не хотят понять Вот почему Русский бизнес вот так работает И не так То есть у них есть в голове Своя какая-то концепция Они себе вбили И вот будут Ах, они вот так Значит, они плохие Но они не хотят узнать Почему это происходит Они не хотят узнать Вот мотивации Отдельно взятого человека У нас есть ещё звонок Давайте послушаем Добрый день, говорите Добрый день Спасибо за ваши передачи Госпожа Прибыльская Вот ваш собеседник Для подтверждения своих слов Сослался на кинематограф Пример Я хотела бы Если позволите мне Одну или полторы минуты Я хотела бы Сослаться на Михаила Юрьевича Лермонтова Поэмам Цири Лермонтов обожал Кавказ И вот что там написано Такие слова Значит, заброшенный монастырь старый Около него заброшенное кладбище Теперь один старик седой Сметает пыль с могильных плит Которых надпись говорит О славе прошлой И о том Как удручён своим венцом Такой-то царь Такой-то год Вручал России Свой народ И Божья благодать Сошла на Грузию Она цвела с тех пор В тени своих садов Не опасаясь врагов За гранью дружеских штыков Это художественный образ Внешнего блага Внешнего управления Может быть, этим воспользоваться? Спасибо Ну, я не знаю По-моему, на внешнее управление У нас в населении Больше нареканий Нежели благодарности Как вам кажется Вот по вашим исследованиям, Сергей? Ну, обратной связи нет И те, скажем, ещё Советские закваски Руководители, как Лэнбергс Они, в общем-то Понимают организацию Устройства Общественных отношений В этой среде Ну и здесь вопрос Или умно это менять Создавая какие-то Вот давая удочку Или пользоваться Для увеличения Своей прибыли Как Лэнбергс Это делает И Ну, вот здесь Вопрос какой В общем-то После распада Советского Союза Нам же не удалось Очевидно Построить капитализм Потому что Посмотрите По данным Госстата На 2019 год У нас Основной Доход 62% Домохозяйств Получают Это наёмный труд Это зарплата И 35% Это социальный транспорт То есть Социальная помощь Пенсии Пособия И так далее Смотрите Это получается Сколько у нас 90 7% 3% Остаётся На людей Которые Занимаются Своим частным Бизнесом Сами рискуют Сами вкладывают Средства Создают Рабочие места Для других И вот И языковая политика Бьёт по этим 3% И бюрократия Государственная И вот эти Бестолковые решения И план Национального развития Которые Вот эти 3% Бизнесменов Должны были бы Взять в руки И сказать Ага Через 3 года Вот в Латвии Будет то-то Создана Такая-то Инфраструктура Налоговая политика Будет такая-то Я свой бизнес Значит Ориентируясь Сейчас туда-то Буду создавать Новые рабочие места То есть Ну вопрос Остаётся Это уже не моя Специфика Анализировать То почему же За 30 лет Не удалось Создать Класс Собственников Ну кроме Собственников Квартир А нет Людей У которых Был бы Свой капитал Которые могли бы А не вложить В развитие Какого-то бизнеса Поэтому вот и План национального развития Это глаз Вопиющего В пустыне Я не понимаю Кому они обращаются Создавайте Наукоёмкий бизнес Ну это вот 3-4% Населения Которые Являются Собственниками Своего Бизнеса И всё остальное И дальше Ещё посмотрим Структуру У нас же Огромный Общественный сектор 20% Населения Занято В общественном Секторе 34% Неработающие То есть Живут На пособиях На пенсиях Вместе Это у нас Получается 53% То есть 47% Создают Они-то Платят Налоги Из которых Выплачиваются Зарплаты Публичному сектору И пенсии Стипендии Пособия Неработающим 47% Создаёт Какую-то Дополнительную Дополнительную Стоимость И Кормят Вот 20% В публичном Секторе И дальше Ещё Посмотрим Вот Ну чтобы Перестать Говорить О том Вот получили Данные Соц Обспросов А русские Вот То-то А латыши Вот Вот такие-то Результаты Показывают Ну что нам Говорит Структура Латвийского Общества У нас же Латышей Гораздо Гораздо Больше Результаты Теперь Согласиться Русские Вот так Говорят А латыши Вот так Говорят То есть Здесь Есть Смысл Оценить Различие Этих Ответов По Сектору Занятости Что так Они говорят Не потому что Они русские А потому что Это частный Сектор Или это Наемный Труд В частном Секторе То есть За них Автоматически Не платится Социальный Налог Они сами Должны Как-то Искать Средства Для этого И рисковать Или это Работодатели То есть Русских В этой Среде Их Гораздо Больше И как раз Их Бомбардируют Все эти Все эти Безумные Законодательные Акты И нормативные Акты Которые Потом Переводчику На английский Язык Невозможно На английский Перевести Вот что Этому 51 проценту Потом делать А вы Говорите О каком-то Общем Информационном Пространстве В этом Едином Информационном Пространстве Отражено Мнение Только Публичного Сектора То есть Тех людей Которые Из кабинетов Из окон Кабинета Видят Окружающий Мир И Ну я не знаю Я уверен Что они думают Что булки на деревьях Растут Вот такое мнение У меня возникает Прочитав План национального Развития 21-27 года Да Неутешительные Конечно Выводы Сделал Профессор Сергеев Неутешительные Они потому Что видите Вот С третьего Года Эта трансформация Гражданская Служба Началась Это же Смотрите Уже сколько 18 лет Прошло И Теперь Восстановить Этот потенциал Прагматичных Ответственных Умных Думающих Главное С какими-то Когнитивными Способностями Чиновников Ну Здесь Действительно Печально И Вот Опять же Эта презентация В прямом эфире Кабинета министров О политике Сплочения И Доверие Меня просто убило Ну Как Человек Даже книжки Не может Почитать И увидеть Там Главный Посыл Вот этого Автора Ну Может быть Это Результат Нашей системы Образования Которые Как-то Хиреет И хиреет А сейчас Просто Систему Этой Компетенции Вообще Создается Впечатление Что Какие-то Базовые Понятия Исчезнут Вообще Из-за Бегута людей Посмотрите фильм Ханеки Вам Во многое Станет Понятно Хорошо Всем советуем Смотрите этот фильм Еще звонок Давайте Послушаем Добрый день Говорите Да Добрый день Я хотел узнать Послушав вас А что вот Конкретно Можно сделать С такой ситуацией Как вообще Можно исправить Существующее Положение Дел Есть какие-то Идеи По этому поводу Вообще Да Спасибо Идеи Изменят мир Философы Объясняли мир Должны Менять мир Ну вот Здесь Совсем Печалька У нас Потому что Ну да У нас Доминирует В таких И даже Научных Представлениях Вот политологи Наши Социологи Общество Должно быть Граждански Активным Выдвигать Инициативы Но когда Активно Проголосовало Против Велополосы На улице Чака Опрос был Статистический Все выверено Тут опять Дума сказала Ай ладно Нафиг А мы еще Продолжим Мы обещали Вот эксперимент До весны А ладно Продним Еще И тишина И теперь Они создают Какие-то центры Которые будут Укрупнять Улучшать И консолидировать Не то что Обеспечивать Обратную связь А консолидировать Там Жителей Этих Микрорайонов Смотрите дальше Что нам статистика Говорит По опросам У нас есть Мы нашли Вот По Национальному Репрезентативному Опросу 4% Людей Которые Являются Собственниками Бизнеса Если считать Через Работающее Население Убирая Не работающих То 6% Чуть больше И вот дальше Когда мы смотрим Эти данные О политической И всякой Социальной Активности Да Оказывается Им что-то Нужно Они активны Они солидарны Они действительно Делятся своими ресурсами Потому что Они говорят Что Благотворительностью Пожертвованиями Они действительно Занимаются Чаще И эта разница Она статистически Значима То есть Если мы говорим О таких Академических Концепциях Социологических Опросов То есть Да Собственники Бизнеса Им что-то Нужно У них есть Что терять Кроме цепей У них есть Еще Имущество То что Они вложили В свой бизнес Они заинтересованы В политике То или иное Государство И они Вовлечены Они этим Занимаются Но их же Их мало Они не могут Вот только Лейнбергс Умеет Поддержку Какую-то Собрать Для себя Общественного Мнения Но они Вот погоды Не делают К сожалению И образ Бизнесмен Ну какой у нас Образ Бизнесмен Ну ворюга Микропредприятия Закрыть К чертовой матери Они же Избегают Налогов И По Мы Спросили Тоже Назовите Три главные Задачи Которые Парламент Должен разрешить Незамедлительно Как раз Они говорят Бизнес Среда То есть Налоговая Политика Стабильная Понятные Условия Ведения Бизнеса А опять Возвращаясь К плану Национального Развития И даже Переводчики Не поняли Какие там Планы У них Они перевести Не могли Много Предложений Не скажу Там Часть Не считал Часть Текста И сколько Но там видно Я прошел Карандашом Просто некоторые Предложения Не переводят А некоторые Переводят Так В угоду Либеральным Англосаксонским Читателям Но не по сути По смыслу Заложенным В латышском языке То есть Вот эти 4% Они трепыхаются У них Не социальной Поддержкой Они не появляются В средствах Массы информации Вот что мы Проанализировали Проанализировали Латышские СМИ И в кризис И до кризиса Ну Не интересует Их мнение Бизнеса И в любом Случа Все эти Затычки Тогда Представители Власти Последнее слово Скажут В любом случае А вот У меня Одна студентка Проанализировала Публикации На тему Насилие над женщиной А там нету Ни одной Аммад персон Ни одного Чиновника Ни политика Там психологи Девушка Это твоя проблема На тебя напали Сама виновата Твоя проблема Решай теперь Или Или Иди к психологу А она Лечи травму Американские публикации Вот в американских Публикациях Как раз Политики И чиновники Потому что Это Вопрос Законотворчества Ну Та же Стамбульская Конвенция Итак Мы сегодня Обсуждали Национальный план Развития Наш Собеседник Профессор Сергей Круг Указал На Многие Недочеты В этом Плане Скажем так А в общем-то И отсутствие Может быть Какого-то Логического Стержня У этого Плана И связывает Это С недостатком Уже Квалификации Нашего Чиновничества И гражданской Службы К сожалению Быстро эту Проблему Решить нельзя У нас Очень было Много Звонков Я думаю Что мы Через какое-то Время Обязательно Вернемся К этой теме Посмотрим Презентации Которые Вы сегодня Упоминали Может быть Их Приложим Тоже К нашему Ролику В ютюбе Который Появится Буквально Через Пару Дней И вы Можете Его посмотреть Еще раз Спасибо Огромное Слушателям За участие В программе Спасибо Сергею Круку За участие Программу Провела Людмила Прибыльская Звукорежиссер Студии Родион Золотарев Всего доброго До встречи Через неделю